МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша, информационная программа «Республика». С главными событиями понедельника и минувших выходных вас познакомят наши корреспонденты. И я, Ольга Панова. Сегодня в выпуске. А маленькие часики смеются тик-так. Певица Валерия посетила Чебоксарский детский сад. Вопросы в студию. Газета «Грани» провела горячую линию по вопросам капитального ремонта. Жизнь великих людей. В музыкальной гостиной «Мерчен» прошла презентация книги Иван Яковлев в изобразительном искусстве. 2015 год будет сложным, прогнозируют политологи, социологи и экономисты. Какие тенденции уже проявились, на чем необходимо сконцентрировать внимание. На совещании главы и правительство Чувашии проанализировали итоги января. Индекс промышленного производства состоял почти 92%. При этом ряд предприятий по-прежнему демонстрирует рост. Снижение по некоторым направлениям, по словам министра экономического развития, связано не с сокращением заказов, а с падением платежеспособного спроса. Особой ролью у нас в промышленном производстве, в падении промышленного производства, к сожалению, оказало влияние это промо-трактор-вагон. Если мы в январе прошлого года отгрузили более 506 вагонов, то за январь текущего года это 45 вагонов только произведено. Это не успокаивает, но по всей стране такая ситуация. И сегодня производители грузовых вагонов начинают выходить и переходить на производство вагонов нового поколения. И здесь ставку промо-трактор-вагон тоже делают на новых инновационные тележки, которые сейчас проходят сертификации. В сельском хозяйстве наоборот наметился рост. Производство мяса увеличилось до 114%. Производство молока в фермерских хозяйствах возросло в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако в личных подсобных хозяйствах темпы далеко не такие высокие. По словам министра Сергея Павлова, сборщикам молока рекомендовано проверять плотность сырья, чтобы платить дифференцированно. Сейчас молоко, закупка от где-то 16 до 19 рублей отлично подсобных хозяйств производится. Конечно, вот очень низкие у нас закупоченные цены, это Парецкий район жалуется. Кто производит качественное молоко, он может получить и где-то 20 рублей на сегодняшний день, как наши сельхозорганизации получают. Работа с бюджетом в январе шла в нормальном темпе. Собираемость некоторых налогов увеличилась, некоторых упала. И хотя январь не показательный месяц, глава республики напомнил, формирование доходной части – важнейшая задача всех руководителей муниципалитетов. Между тем, в некоторых районах не используют существующие резервы. Положительная динамика поступления отмечена в Бурмарском районе. Доходов от эффективного использования земельных участков 1,9 раза в Чебоксарском районе 1,8, в Марпасадском 1,6. При этом снижены доходы от аренды земельных участков в Маргалурском районе 51,9%, в Цивицком 64,3%, в Шамуршинском 78,9%, в Вебресинском 85,7%. Также глава Чувашии поручил держать под постоянным контролем ситуацию на рынке труда. С начала года около 450 человек уволены из разных организаций и предприятий. Прогнозируется в освобождении еще 400 работников. Есть сотрудники, которые работают в режиме неполной занятости или простаивают. По предварительным данным, кризисные явления могут затронуть более 30 крупных и средних предприятий и организаций Чувашии. Служба занятости уже разработала комплекс мер поддержки. Это временная занятость работников организации, находящихся под риском увольнения. Временное трудоустройство частными агентствами занятости работников организации, тоже находясь под риском увольнения. В другие организации, опережающие профессиональное обучение и стажировку работников, стимулирование занятости молодежи. Также организации социальной занятости инвалидов. На совещании также обсудили подготовку к межрегиональной выставке «Картофель-2015», которая пройдет 19-20 февраля в рыночном комплексе «Николаевский». Участие в ней уже подтвердили свыше 60 экспонентов. Будет организована торговля и при необходимости доставка семенного картофеля покупателям. Елена Гальперина, Сергей Рябчиков, Республика. В Ибресинском районе подвели итоги социально-экономического развития за прошлый год. Исходя из них, председатель Кабинета министров Республики Иван Маторин обсудил с органами самоуправления задачи на текущий год. Подробнее в следующем сюжете. Результаты за прошедший год плохими не назовешь. Успешно реализованы различные целевые программы по улучшению жилищных условий и переселению граждан из аварийного жилья. За прошлый год для Ибресинцев введено более 21 500 квадратных метров жилья. И главное теперь качественные услуги ЖКХ. Усилить надо работу, Николай Петрович, по ЖКХ. Есть проблемы. Часть мы с вами совместно обсуждали. Это то, что касается воды, водоотведения. Задача стоит все-таки вывести на экономически понятные параметры здесь. Так как в объекты вложены серьезные средства, бюджетные средства, и федеральные, и региональные, и муниципалитет. Необходимо, чтобы система экономически работала. Не остался без внимания и вопрос заработной платы. В среднем по району она составила чуть более 15,5 тысяч рублей, что ниже средней республиканской. И это несмотря на то, что количество предпринимателей увеличилось на 35%, и рабочих мест, соответственно, стало больше. Хотелось бы порекомендовать администрации района сформировать некую такую межведомственную комиссию. Если такая уже существует, то активизировать, наверное, ее работу с участием налоговых органов, с участием пенсионного фонда, и разъяснять на встречах с населением, на встречах с трудовыми коллективами последствия все-таки вот таких низких размеров оплаты труда. Это и неоформленные, наверное, в соответствующем порядке договорные отношения с работниками, выплата серой заработной платы, нарушение трудового законодательства. Не радует и поголовье крупного рогатого скота, которое уменьшилось на 1,6%, в то время как в республике наблюдается рост этого показателя. В остальном же ситуация в Ибресинском районе стабильна. И, как отметил Иван Моторин, принятые планы должны обеспечить устойчивое социально-экономическое развитие и в следующем году. Екатерина Абрамова, Юлия Важенина, Николай Яковлев, Республика. С конца прошлого года жители Чувашии стали получать дополнительные квитанции на капитальный ремонт. С тех пор возникло много вопросов относительно сроков проведения и целесообразности этого ремонта. Администрация Новочебоксарска совместно с газетой «Грани» подошла к вопросу основательно и провела горячую линию с жителями города Спутника. Добрая половина вопросов касалась качества и сроков проведения ремонтных работ. Большинство новочебоксарцев с осторожностью относятся к проведению капремонта. Многие опасения возникают из-за банальной несведомленности. И задача властей в этой ситуации – продолжить разъяснительную работу. На сегодняшний момент, когда мы говорим о том, что ваши средства будут направлены в фонд капитального ремонта, на определенные счета, то люди говорят, нет, мы не верим этому, это неправда, мы не принимали участие на собрании и так далее. Сегодня администрация Новочебоксарска работает практически в круглосуточном режиме для того, чтобы объяснить людям, что сегодня это важно. Ремонтные работы в многоквартирных домах Новочебоксарска уже начались. За один квадратный метр новочебоксарцы платят 5,5 рублей, остальное на плечах государства. Генеральный директор фонда капитального ремонта подчеркнула, что вне зависимости от того, где будут накапливаться средства, на спецчате дома или у регионального оператора, расходоваться они будут только по назначению на капитальный ремонт. Тема горячей линии вызвала очень широкий резонанс среди новочебоксарцев, и доказательством этого стало более 70 дополнительных вопросов, которые поступили до проведения горячей линии. Традиционно мы отвечаем на каждый вопрос через свои страницы. Ответы на волнующие вопросы получили 28 граждан. Обращение тех, кто не успел дозвониться в приемную, также принято в работу. Всем ответят в ближайшее время. Дарина Игнатьева, Сергей Рябчиков, Республика. Говоря об отечественных товаропроизводителях, мы в первую очередь вспоминаем о предприятиях, составлявших когда-то славу чувашской промышленности. В их числе – Чебоксарский хлопчатобумажный комбинат. Он был известен своей продукцией в стране и за рубежом. К сожалению, последние страницы его истории оказались весьма печальными. Об этом наш следующий репортаж. Преуспевающее предприятие стало терять свои позиции, когда собственником стала компания «Сава». Сначала под флагом реконструкции стали сокращать производственные мощности. Затем – объемы продукции. Настала очередь и работников компании. Это было очень болезненно. Все воспринимали. Было три смены. Сначала сократили одну смену, потом сократили вторую смену. И потом несколько фабрик объединяли в одну, и потом сократили уже. Но конкретно сколько человек – это зависит от цеха. Были цеха по 300 человек, и сразу по 100 человек, по 200 сокращали. Компания набрала большую долговую нагрузку в виде кредитных средств. Потом перестала платить налоги. Сегодня долг компании перед бюджетом республики – порядка 200 миллионов рублей. Задолженность к кредиторам и партнерам – около 4 миллиардов рублей. Когда Михаил Васильевич пришел и стал главой республики, он первое, что поставил, первую задачу – это распутать клубок. Это была достаточно серьезная социальная нагрузка, социальное напряжение среди коллектива, потому что высвобождалось много рабочих. По судьбе было совсем непонятно. Было введено конкурс для управляющих, конкурс для производства. И глава республики, кабинет, министр, дал задание о том, чтобы стабилизировать ситуацию, успокоить рабочих, определить понятных собственников в ходе конкурсного производства, что и было сделано. Благодаря работе региональных властей удалось сохранить легкую промышленность в республике. На площади хлопчатобумажного комбината работают несколько успешных предприятий. К примеру, Чебоксарская ватная фабрика, поставляющая свою продукцию для нужд РЖД и Минобороны. Есть востребованность на рынке. Сейчас мы планируем запустить новые производства. Это производство термобойлока и тенсулета. Тенсулет пока в России вообще не выпускается. Это новый современный синтетический материал. Он был разработан специально по заказу НАСА. Вот сейчас мы хотим наладить производство на нашем предприятии. Продолжает работать и чулочное-трикотажное производство, также являвшееся частью Волжско-текстильной компании. Сейчас на фабрике трудится более 800 человек. В прошлом году предприятие успешно запустило новую линию школьной и спортивной одежды. Навязывание дополнительных услуг при покупке полиса ОСАГО в последнее время стало весьма распространенным явлением. Столкнулся с такой проблемой и житель нашего города. Он обратился к нам за помощью. Антон Егоров позвонил уже во многие страховые компании. И практически во всех ему навязывали дополнительные услуги. Или утверждали, что у них закончились полисы ОСАГО. Если он отказывался от дополнительных услуг, то предлагали писать заявление и ждать порядка 30 дней. Хотя по закону страховые компании не имеют права этого делать. Я посидел, посчитал сумму через компьютер, через базу ОСАГО, ввел свои данные и данные транспортного средства. И сумма была у меня около 4 тысяч. На самом деле мне рассчитали сейчас на 7 тысяч рублей. Я поинтересовался, почему такую сумму большую насчитали. Мне сказали, что нужно застрахование жизни. При навязывании дополнительных услуг можно обратиться к заявлению в прокуратуру. Важно, чтобы у гражданина были доказательства, подтверждающие факт навязывания. Лучше, если есть свидетели и видео, аудиозаписи, разговоров. В прокуратуре нам сообщили, что подобных обращений у них немало. В настоящее время действующим законодательством предусмотрена административная ответственность должностных лиц за необоснованный отказ в заключении публичного договора страхования и навязывания дополнительных услуг в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей. Данная административная ответственность введена лишь с сентября 2014 года. В отношении одной из страховых компаний уже было вынесено предписание прекратить нарушение антимонопольного законодательства, которое выразилось в навязывании дополнительных договоров. Однако компания до сих пор не исполнила решение суда. К управлению Федеральной антимонопольной службы возбуждено административное дело. Что делать, если договор с дополнительными услугами страхования все-таки заключен, нам рассказали в Уфа с Пучевашией. Первоначально необходимо обратиться непосредственно в само общество, спросить возвратить излишнеуплаченные денежные средства по страхованию имущества. Желательно направить в адрес общества заказное письмо с уведомлением, для того, чтобы оставался квиточек у заявителя, для того, чтобы в последующем заявитель мог обратиться к нам, предложить все необходимые документы о том, что он фактически обращался в общество. Я бы хотела призвать заявителей, для того, чтобы они все-таки к нам обращались, для того, чтобы мы в последующем имели возможность отслеживать исполнение нашего предписания. Ведь поскольку без оснований того, что у нас предписание не исполняется, мы также не сможем привлечь их к ответственности. Народная артистка России Валерия сегодня дает концерт в столице Чувашии в рамках гастрольного тура. Перед выступлением певица нашла в своем плотном графике время на то, чтобы заглянуть в гости к детям. Подробности у Юлии Важениной. В детский сад номер 8 Валерий и Иосиф Пригожин прибыли за пару часов до концерта. Как оказалось, воспитанники дворца детской радости гостей ждали с нетерпением. Фантастика, просто фантастика. И с какого возраста она хочет вам сказать? Приходите к нам, пожалуйста. Вот, я пришла к вам. И радуюсь. Мы рады вас видеть. Для народной артистки и ее продюсера провели экскурсию по детскому саду. И тут есть на что посмотреть. Соляная шахта, сауна, бассейн, а также ряд других интересных комнат. Привет. Чем вы тут занимаетесь? Рассказывайте. В студии. Я сделаю машинку такую. Сам можешь такую машинку сделать? Да. В дальнейшем мы планируем открытие своей мастерской для мальчиков. Самоделкин. Для мальчиков это важно. Делать все своими руками. И, конечно, осваивать с самого детства уже такие профессии рабочие. Столяра, плотника. Чтобы каждый мальчик мог уметь держать молоток в руках, забивать гвоздь. Это важно, я считаю. С самого дошкольного возраста это здорово. Как оказалось, сегодня особенный день у маленького Вити. Ему исполнилось 5 лет. И звездные гости просто не могли не поздравить именинника. Витя, с днем рождения тебя. Давай ручку пожмем. Не бойся, Витя. Сколько тебе исполнилось? Пять лет, скажи. Давай, привет. Поздравляю. Вот такой высшины, вот такой нежины, Вот такой ширины, вот такой ужины. Каравай, каравай, кого любишь, выбираешь. Добрые пожелания сегодня получил не только маленький именинник, но и весь детский сад. Валерия и Иосиф Пригожин вписали теплые слова в книгу пожеланий Дворца детской радости. Я впервые вижу такой детский садик. Впервые. Я не знаю, может в Москве и есть. Но когда мои дети росли, они ходили в самый обычный детсад. И, конечно, какое счастье, что у малышей есть возможность ходить вот в такой вот дом. Один-два раза в неделю малыши с удовольствием проходят оздоровительные процедуры прямо в детском саду. С радостью купаются в джакузи и гидромассажной ванне. Такой современный детский сад появился в столице Чувашии благодаря партийному проекту «Единая Россия. Детские сады детям» и республиканской программе модернизации учреждений дошкольного образования. Я, прежде всего, спросила, это частный детский садик или государственный? Когда мне сказали, что государственный, наверное, это вдвойне радостно, что правительство, государственные органы, они помогают и поддерживают. Существует какая-то программа, значит, государственная. Это очень здорово. И вот теперь, знаете, вот есть какие-то вещи, когда мы там читаем какую-то статистику, говорим, открылось то-то, то-то, там построено столько-то, столько-то, того-то. А когда ты видишь своими глазами, вот как это все выглядит, вообще, как это все работает, это, конечно, впечатляет. Юлия Важенина, Евгений Анисимов, Республика. День влюбленных в спорт отметили работники завода «Электроавтомат». Ежегодно в честь своего дня рождения они проводят соревнования по лыжным гонкам. На юбилейный, 55-й праздник, приехал глава Чуваши Михаил Игнатьев. В массовых соревнованиях приняли участие более 200 человек. Это работники завода, их семьи, гости из Алатрского и Порецкого районов. Такая любовь к спорту приносит свои плоды. Заводчане на протяжении пяти последних лет занимают первые места на различных соревнованиях. Даже бывшие работники завода, несмотря ни на что, считают себя частью коллектива и с удовольствием бегают на лыжах. Это вообще, во-первых, сближает коллектив. Они общаются не в рабочей обстановке, а в обстановке отдыха. И заряд бодрости набирается на весь рабочий год. Кроме того, что они в отпуск уходят, где-то сами по себе отдыхают. А здесь вместе с коллективом на природе воздух здесь прекрасный, трасса хорошая. Михаил Игнатьев лыжную трассу в Алатре опробовал впервые. И высказал свое желание еще не раз вернуться подышать свежим воздухом соснового бора. Не первый год традиционные вот эти лыжные спортивные соревнования проводят. И это праздник не только завода. Это праздник вообще, можно сказать, семейный. Потому что пришли с детьми, маленькими, взрослыми. Это уже семейная такая традиция, можно сказать. А это, в конечном итоге, сплачивает людей уважение больше и доверие к друг другу. А это очень хорошее, мощное созидательное сито. Семейную атмосферу создают детали. Например, чай по старому русскому обычаю здесь разливают из самовара. Что касается подготовки к состязаниям, то здесь большой вклад вносит ветеран спорта, неоднократный чемпион республики 70-х-80-х годов по тяжелой атлетике и гиревому спорту, тренер-общественник Николай Голюшев. У нас и плавательные соревнования проходят. Гиревой спорт очень хорошо развит на заводе. У нас Коля Голюшев молодец, все это организует. Легкая атлетика очень хорошо развит. Вообще наш завод очень отличается своими спортивными подвигами. Было время, когда в «АллатРе» ощущался недостаток лыжных трасс. Теперь, благодаря инициативе энтузиастов, их стало больше. Работники завода прокладывают новую трассу недалеко от загородного лагеря «Янтарный». Еще одну трассу делают на окраине города. Анастасия Алексеева, Дмитрий Коварев, Андрей Шоклев, Республика. Жизнедеятельность патриарха чувашской словесности. Просветитель Ивана Яковлева не раз становилась источником вдохновения для творческих людей – писателей, художников, скульпторов. На этот раз свет увидел альбом, подготовленный Юрием Викторовым. Презентация книги прошла в музыкальной гостиной «Мерчен» Национальной библиотеки Чувашии. Книга-альбом относится к особому виду научно-исследовательской работы. Она состоит из двух частей – искусствоведческой и иллюстративной. В ней впервые рассказывается о том, как воплощали в произведениях живописи, графики и скульптуры образ Ивана Яковлева. Второй раздел – собственной иллюстрации. В альбом вошли живописные полотна Николая Карачарского, Рыбкина и других художников, а также опусы, графические опусы Петра Проскевицы, графические листы Петра Сизова и многих других художников. Также портреты скульпторов – Майраслова, Черепанова, Нагорного, Зотикова и других художников. Автор книги Юрий Викторов – художник, искусствовед, профессор. Более ста его статей научных трудов посвящены изучению Чувашского изобразительного искусства. Родом он из Мариинско-Посадского района. В альбоме отражен солидный временной пласт, начиная с 1948 года. Все, что создавали мастера искусств до наших дней, вошло в этот необычный проект. Листая альбом, наглядно видно, как менялась со временем трактовка образа Чувашского просветителя. Анастасия Алексеева, Анастасия Лангина, Александр Петров, Республика. Таким был этот понедельник глазами корреспондентов программы Республика. Я, Ольга Панова, с вами прощаюсь. До встречи в эфире Национального ТВ. Редактор субтитров А.Семкин